Итак, бактерии знакомы каждому человеку, каждый человек наверняка хоть раз в жизни, но сталкивался все-таки с бактериальными какими-то воспалениями, потому что бактерии атакуют наш организм каждый день, и особо часто мы можем наши бактерии чувствовать, например, при поражении кожи, когда мы, например, немножечко повреждаем себе палец, и что в процессе попадания болезнетворных бактерий в рану у нас начинается воспаление, припухлость раны. Иммунный ответ, который в этот момент происходит, мы будем обсуждать на анатомии, но именно реакция организма на бактерии нам каждому из вас известна. Бактерии у нас бывают полезные, бактерии у нас бывают вредные, это мы с вами наверняка знаем, еще с самого детства это нам рассказывали, ну а сегодня немножечко мы затронем эту тему и поговорим именно про строение наших бактерий. Итак, вот смотрим, да, вот таким вот образом у нас выглядят наши бактерии. Слева вы можете увидеть примерное строение бактерий, вот примерно так они у нас выглядят. Начнем с того, что бактерии это все-таки достаточно крупная единица, плюс мы прекрасно с вами знаем уже из прошлого включения, что существуют всевозможные бактериальные фильтры, через которых ученые пропускают растворы с бактериями, ну и впоследствии как бы их изучают. Бактерии в первом случае, в первую очередь, это у нас паркриоты. Это мы с вами говорили еще в прошлый раз, что значит паркриоты, это значит, что у них нету ядра. Вы можете видеть, что нуклеиновая кислота, да, кольцевая нуклеиновая кислота, да, ДНК у нас находится прямо внутри бактериальной клетки. Иногда еще рисуют, что вот эта вот наша нуклеиновая кислота, она у нас как бы здесь заключена в такой пузырь, и он называется нуклеоид. Кольцевая наша, соответственно, ДНК, она находится у нас в нуклеоиде. Это так называемый пузырь, в котором запечатан, ну или, я не знаю, чехол, как вам больше удобнее называть, в котором у нас находится ДНК. Здесь это, к сожалению, не просматривается, да. Основа нашей клетки бактериальной – это муриин. Размножение у нас у бактериальной клетки всегда только простое делением, причем достаточно быстрое деление, то есть у нас клетки делятся примерно каждые 15 минут. Поэтому вы должны понимать, что чаще всего у нас бактериальные клетки живут на каком-то, допустим, живом организме, именно ведут паразитический образ жизни, и попадая, например, в тело хозяина, например, при открытой ране, вы должны понимать, насколько быстро у нас бактерии будут делиться. То есть каждые 15 минут у нас бактериальная клетка делится. Что ж еще у нас есть? Если вдруг по каким-то причинам у нас возникают неблагоприятные условия, в которых наша бактерия попадает, да, всевозможные у нас бывают ситуации, что тогда происходит? Тогда у нас она просто образует спору. Что ж такое спора и как она вообще у нас выглядит? А дело в том, что она заключает внутрь этой споры, то есть она открывается как бы жесткой оболочкой, в которой пережидает эти самые неблагоприятные условия. Причем, ну, ребят, можно, да, с точки зрения анатомии. Я знаю, что у многих из вас анатомия все-таки идет. Допустим, с точки зрения анатомии. Смотрите, частое распространенное заболевание с участием именно бактерий – это заболевание мочеполовой системы. Попадая в мочевой пузырь бактерий, там себя прекрасно чувствуют, вызывают такое неприятнейшее заболевание, не дай бог никому его узнать, как цистит. Может быть, кто-то когда-то слышал. Очень часто цистит бывает именно бактериальным. Так вот, при употреблении всевозможных отваров, антибиотиков, да, все это антибиотики, они со временем попадают в мочу и, как вы понимаете, в мочевой пузырь. Так вот, бактерии, которые у нас живут в мочевом пузыре, они просто при воздействии этих самых антибиотиков покрываются вот этой самой капсулой, этой самой жесткой оболочкой, превращаясь в спору и прекрасно себе пережидает вот это вот неблагоприятное состояние. То есть со временем у человека симптомы истекают, протекают, проходит какое-то время. Бактерия себя начинает чувствовать намного лучше, понимая, что извне не идет никаких там ядов, не поступает в окружающую среду. И что? Бактерии разрывают вот эту самую капсулу, то есть выходят из состояния вот этой вот споры и прекрасно себя начинают чувствовать, начинают себе совершенно замечательно питаться, да, питаться, размножаться. Как я уже сказала, размножаются они достаточно быстро. Питаются, способы питания у бактерий совершенно разные, да. У нас есть и гетеротрофные, да, бактерии, у нас есть и автотрофы, то есть свободоживущие или которые у нас в симбиотические отношения входят, да. То есть типы питания на самом деле у бактерий у нас, в принципе, достаточно разные. Так, у нас существуют, собственно, фототрофы, это наши самые знакомые нам цианобактерии. Мы с вами их прекрасно знаем, мы с вами их изучаем, очень часто их затрагиваем на теме ботаники, потому что очень часто цианобактерии называют как именно синие-зеленые водоросли, да. И существуют еще у нас хематрофы, да, это всевозможные серобактерии, железобактерии, да, нитрифицирующие бактерии, которые получают энергию от превращения одних веществ неорганических в другие. Ну, то есть на самом деле у бактерий способов питания достаточно много. Есть такие бактерии, которые, собственно, в симбиозе живут с животным миром. Например, очень многих бактерий мы прекрасно с вами знаем, потому что они живут с нами в симбиозе, да, в симбиотическом, так сказать. Например, мы знаем, и вы прекрасно, да, это знаете, что у вас есть бактерия, которая живет в каждом вашем организме и помогает вам жить. Это бифидобактерии, которые у нас, соответственно, живут в нашем кишечнике. Очень часто вам предлагают пить всевозможные напитки для того, чтобы восстанавливать уровень бифидобактерий в организме. Но сразу забегая вперед, говорю, что кислоту желудка такие бактерии у нас не проходят. То есть полезный продукт, но в плане насыщения бифидобактерий, они как бы у нас особо не несут никаких, никакой пользы такой не приносят, да. Также у нас есть лактобактерии, которые у нас точно так же обитают на слизистых, да, наших. О них будем говорить с вами отдельно и будем говорить с вами впоследствии на анатомии. Также можно сказать, что еще и бифидобактерии, лактобактерии, они еще у нас используются, например, в приготовлении кисломолочных продуктов. Также у нас существуют всевозможные, да, вредные бактерии, которые нам вредят. Точно так же попадая в кишечник, они просто нарушают микрофлору кишечника. И, в принципе, все наши проблемы с нашим здоровьем обычно начинаются с нарушения баланса бактерий в нашем организме. Так, если мы будем говорить с вами, как у нас выглядят бактерии, как они, да, какими они бывают. Так, это еще надо сначала свернуть, все ясно. Так, бактерии бывают всевозможных разных форм, да, у нас бывают коки, они у нас похожи на шарики, они обычно не соединяются никак, живут у нас, соответственно, отдельно. У нас бывают стрептококи, они образуют как бы такую нитку из бус, которые, ну, как бы похожие на бусы, да, состоящие из шариков. Диплококи – это шарики, живущие в паре, да, стафилококи, бациллы, да, вибрионы, спириллы. То есть, в принципе, от разного внешнего вида бактерий у нас различаются их названия. Да, бациллы у нас бывают как одинарные, так и соединенные также в цепочку. Только бациллы, мы должны знать, что они у нас вытянуты достаточно формы. В принципе, бактерии мы можем встретить с вами везде, везде, где только можем, да, находиться. Они бывают и в воде, они бывают и в воздухе, и в почве, и вообще, в принципе, да, когда мы говорим про эволюцию, мы с вами прекрасно знаем, что изначально хозяевами нашей планеты, когда она у нас только зарождалась, когда появлялась жизнь, это у нас были как раз-таки бактериальная жизнь. Поэтому бактерии у нас освоили все уровни жизни, начиная с того, что они в Арктике и Антарктике обитают, и заканчивая тем, что их находят в жерлах вулканов, на дне океанов, где очень высокая температура, где повышенная кислотность, но при этом там себя прекрасно чувствуют эти самые бактерии. Также мы должны с вами помнить и обязательно знать, когда мы будем говорить с вами про бактерии, это что при поражении организма человека или животного бактериями мы должны в первую очередь сдавать всевозможные анализы, прежде чем человеку будут назначаться противобактериальные препараты, которые у нас называются антибиотиками. Да, очень почему-то часто у нас люди забывают, что антибиотики, они у нас называются противобактериальные, да, то есть антибиотики их назначают против бактерий. Хотя, в принципе, очень часто антибиотики люди принимают и противовирус, ну, как бы вместо противовирусных препаратов, да, когда просто идет какое-то сильное недомогание. Хотя, в принципе, мы с вами прекрасно знаем, что именно против бактерий была создана такая панацея, можно сказать, да, очень антибиотики много жизней у нас спасают. Но мы про это, наверное, да, с вами в анатомии все-таки будем больше говорить, когда будем говорить про заражение организма вирусом и заражение организма бактериями. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что человеческий организм, в принципе, за период в 3-5 дней вирус может победить самостоятельно. А вот с бактериями подчас наша иммунная система справиться не может. Именно поэтому человеку нужна помощь в виде антибиотиков. И в противовирусной терапии антибиотики у нас, в принципе, бесполезна. Так, ну а дальше, ребят, мы с вами перейдем к изучению кишечно-полосных животных. Потому что у меня к вам будет такой очень интересный вопрос. Ребят, вот когда у нас существовала одноклеточная жизнь, за кого все-таки у нас боролась эта клетка? Ну, не за кого боролась, неправильно вопрос был поставлен. Было ли сложно выживать одноклеточному организму, так скажем? Одноклеточные организмы, они достаточно быстро погибали. Например, при недостатке питания, при плохих каких-то условиях, при недостаточном быстром приспособлении к изменениям окружающей среды. То есть на самом деле одноклеточные организмы, они, в принципе, эволюционно проигрывали. Потому что они достаточно были слабыми. Ну, можно так сказать. Это не очень верное высказывание. Но все-таки намного проще было бы жить и эволюционировать, если бы несколько клеток у нас объединились бы в какое-то существо, и все клетки бы жили, работали на благо одного организма. То есть это принцип жизнедеятельности многоклеточных животных. Конечно, одноклеточные всевозможные бактерии, одноклеточные у нас организмы, они могут теоретически создавать всевозможные колонии, в которых они бы жили. Но несмотря на то, что многоклеточная колония существует, каждая клетка все равно стремится побольше урвать себе. И питание, и благоприятных каких-то условий, и так далее, и так далее. Когда у нас же появились первые многоклеточные организмы, эволюционно они начали намного больше выигрывать и развиваться, чем одноклеточные организмы. То есть первым многоклеточным животным, которое было найдено, его останки были найдены, это у нас были губки. Это тип пластинчатые, мы прекрасно с вами знаем, тип губки. Преимущественно они у нас обитали в водных объектах, то есть в морях, в океанах. Существуют, правда, также до сих пор существуют и пресноводные губки, которые мы до сих пор используем в своем обиходе, это губки-бодяги, может быть, вы знаете. Из них, кстати, совершенно замечательные получаются именно губки для мытья всего, что только можно, а также делать лекарственные препараты. Первые многоклеточные организмы были неподвижные, то есть они были прикреплены к дну, к какому-то субстрату, к какому-то предмету, и они не могли передвигаться. И поэтому питались за счет того, что у них еще никаких не было органов, они питались тем, что они через себя пропускали воду, то есть питались они фильтрованием воды. У них не было ни тканей, соответственно, ни органов, как уже было сказано, ни систем органов не было. То есть это вот такое самое первое, самое примитивное живое существо. То есть в плане эволюции это большой взрыв, просто огромный взрыв. Но глядя сейчас со своего места, где человек, который занимает нам, кажется, что вот эти вот первые губки, они были у нас безумно примитивные. Так, как же у нас эти губки выглядели? Вот таким вот они у нас образом выглядели. Они были всевозможных разных видов, но они выглядели примерно одинаково в плане того, что это было какое-то вот сифоновидное такое выросло. Возможно, он был более круглый, возможно, он был более вытянутым. В туловище, в теле губки было огромное количество отверстий. И что ж такое-то? И одна центральная полость, через которую у нас проходила вода и через которую, где у нас происходило питание. То есть у нас губка просто втягивала внутрь себя воду и пропускала через себя. У большинства губок, да, известных, у нас имеется известковый скелет, но существует, кстати, также и кремниевый, бывает еще и смешанной природы наши скелеты. Для чего это было нужно? А это было нужно для того, чтобы у нас спокойно наша губка поддерживала себе какую-то форму. То есть если это было что-то такое совсем без основы, без этого скелета, без какой-то внутренней структуры, то у нас была бы эта губка безумно какой-то вот желеподобной формы, и она бы просто не держала вот эту форму, да, свою. То есть это у нас поддерживающий такой эффект. Губки на тот момент, когда они только появились, они обладали еще одной эволюционным особенностью, они очень быстро регенерировали. То есть они способны самовосстанавливаться и самозаживляться. Значит, если мы будем с вами говорить про строение тела губки, то у нас тело состоит из трех слоев. Это дермальный слой, да, или у нас внешний слой. Это покровная защита, да, происходила нашей губке. Она проводила у нас транспорт воды. Далее у нас шел с внутренней стороны, губка была у нас вот здесь вот, с внутренней стороны. Она у нас была выстлана гастральным слоем, да, благодаря чего у нас происходила фильтрация, ну и, соответственно, происходило пищеварение. И еще у нас был сердцевинный слой клеток, который у нас назывался мезохил. По-другому их еще и называют звездчатыми клетками. Тут у нас происходила опорная функция, функция защиты, функция сокращения, функция раздражения. То есть раздражение в плане того, что они на внешний раздражитель очень прекрасно реагировали, да, губки. То есть это такой безумно примитивный организм, который пытался выжить в современном мире. Но он был все-таки на самом деле еще очень и очень примитивным. Все продукты жизнедеятельности губки, они у нас выходили из устья. Устья – это было верхнее отверстие в самом верху нашей губки. Ну, то есть все, что у нас происходило, какое пищеварение, оно из вот этой вот кишечной полости, оно у нас и выходило наружу. Если мы будем говорить далее про эволюцию кишечно-полосных, то далее у нас с вами появляются совершенно… Да, если мы будем с вами говорить эволюционно, то далее у нас за губками идут уже гидроидные наши организмы в виде именно рода гидра. Вот очень часто у нас именно гидр изучают при изучении кишечно-полосных. Здесь уже на самом деле у нас были гидроидные за счет того, что они еще умели у нас и обороняться. То есть мало того, что они просто у нас где-то жили, прекрасно себя чувствовали, прикреплялись к какому-то внутреннему подводному объекту, они еще и могли дать отпор в случае нападения, если вдруг на гидру нападает какое-то, может быть, возможно, даже более крупное существо. Значит, интересно то, что здесь у нас появляется у гидры рот. Если мы будем с вами говорить про губок, то у губки рта не было, что губка у нас впитывала воду, ну как бы втягивала воду всей поверхностью тела через отверстия в теле, то здесь уже гидра появляется, у гидры появляется новое эволюционное приобретение – ртовая полость. Ртовая полость вела в кишечную полость, соответственно. И гидра могла сама выбирать, грубо говоря, пищу, на которую она будет охотиться. То есть какие-то очень-очень большие объекты, естественно, гидра поедать не могла. Это были объекты, которые ей были по размеру доступны. Во-первых, что хочется сказать, что у гидры у нас появляется лучевая симметрия. Что это значит? А это значит, что у нас у гидры расходятся в щупальце в разные стороны, то есть такой, как типа цветочка. В принципе, по внутреннему строению, по строению у нас клеток, у нас не особо сильно гидры отличаются от губок. То есть у нас все еще есть нарушенный слой, это эктодерма, которая несет защитную функцию, которая защищает нашу гидру. У нас есть внутренний слой энтодерма, который при этом участвует в пищеварении в активном. И у нас все равно еще существует все-таки промежуточный слой клеток, звездщиковидных клеток, которые у нас точно так же отвечают за раздражение и за отклик на внешний раздражитель какой-то. Именно, кстати, есть такая особенность. именно вот этот вот средний слой. Что-то я, простите, ребят, подвисла чуть-чуть. При повреждении он, возможно, даже способен привести к параличу так называемому губке. То есть очень часто, ой, губки, гидры. У нас очень часто на Олимпиадах задают вот такой вот вопрос, что, например, гидру подвергли воздействию рентгеновских лучей, рентгеновскому излучению. Через какое-то время, через какой-то промежуток времени у нас гидра перестает реагировать на внешний раздражитель и впоследствии погибает от голода. Но гидры, которых искусственно кормили, они себя прекрасно чувствовали и не погибали. Какой же у нас слой клеток гидры были повреждены? То есть внешний, наружний или средний, или же у нас мезохил. На самом деле повреждался мезохил, потому что именно он реагирует на реакцию гидры, на ее способность к раздражению. И, соответственно, как вы понимаете, никак не реагировали щупальцы гидры, и, соответственно, она не могла охотиться, поэтому погибала. Значит, на концах щупалец нашей гидры гидры находились в необычной клетке, которые эволюционно появились у данного вида, и благодаря которому гидра начала выигрывать у других живых организмов. В данном случае, когда мы с вами говорим, конечно же, по сравнению с губками, у нас появились так называемые стрекательные клетки. Значит, стрекательная клетка у нас состояла из капсулы с ядовитой жидкостью, она состояла из чувствительного волоска и из стрекательной нити. То есть, в принципе, любое живое существо, которое у нас проплывало, например, да, как-то проходило мимо гидры и задевало чувствительные волоски. Моментально у нас щупальцы гидры реагировали на это и захватывали добычу. Соответственно, ее отправляли в рот, если это была какая-то доступная по размеру добыча, которую у нас впоследствии гидра могла переварить. Понимаете, да? Эволюционно это было достаточно большим выигрышем, потому что у нас гидра наконец-то могла защищаться. То есть, она могла дать отпор вследствие, если бы на гидру напали. Если бы напали на губку, если бы губку у нас начали поедать, губка ничего не может сделать. У нее нет защитных механизмов. Она будет понимать, что ее едят, но при этом ничего, как бы, понимаете, сделать не может. Гидра – это достаточно такой, как сказать, непростой, непростая добыча, потому что она защищается, и ее стрекательные клетки при поражении небольшой жертвы приводят к параличу. Понимаете? То есть, какие-то, возможно, маленькие рыбки, которые сейчас будут плавать, да, сейчас, не тогда, именно сейчас плавают вокруг гидры и задевают эти чувствительные волоски, они как бы имеют все шансы попасть на обед к данной персоне. Ну, или же, если у нас достаточно большой обед, который не поместится в рот гидры, то, как вы понимаете, у него единственная судьба – это опуститься на дно, потому что уже плавать это живое существо у нас не сможет. Итак, как и у губок, как и у губок пищеварение у нас, у гидры, происходило в кишечной полости, именно поэтому, собственно, у нас, да, называется вид кишечно-полостные. Внутри кишечная полость у нас выстилалась, как вы понимаете, так называемой пищеварительной мускулатурой, да, она просто состояла из пищеварительно-мускулатурных клеток, которые участвовали у нас в пищеварении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...